Я понимаю, что это было бы спойлером, но мне кажется, к этому аниме должны быть какие-то триггер-ворнинги. Наркотики, подростковая беременность, изнасилование. Есть вещи, которые ты ожидаешь увидеть в постапокалиптичном аниме, а есть, которые, ну, не совсем. Всем привет, ты Кей Кей. Я ожидала аниме, похожее на Капелеон или Девочки в последнем путешествии. Возможно, что-то вместе, но получила что-то более занимательное. 15 лет назад произошла катастрофа, унесшая множество жизней, разрушившая города, а главное, принесшая больших монстров, поедающих людей. В этом опасном мире Мару ищет место под названием рай. И ему в этом помогает Кирухо, которая, в свою очередь, пытается отыскать своего старого друга. В это же время в раю дети, выросшие в тепличных условиях, хотят узнать о внешнем мире. Графон хорош, картинка стабильно гармоничная, поэтому даже какие-то косяки не особо заметны. Мне нравится эта стилизация. Ее, конечно, нельзя назвать реалистичной, но в то же время она не гиперболизированная анимешная. В начале даже каких-то утрированных эмоций у персонажей не замечаешь, но потихоньку появляются и стилизованные эмоции, и разные другие визуальные приемы. Мне кажется, пик этого это 10 серия, где не только это присутствует, но местами меняется и стилизация. Местами это похоже на Форикури, а местами на Акеру. Режиссером этого эпизода был Каэ Караси, и я смотрела много аниме с его участием, но почему-то не обращала особо на него внимания. Возможно, стоит про него почитать поподробнее. Не будем далеко отходить от обсуждения аниме. Фоны очень атмосферные, прямо романтизация апокалипсиса какая-то. А цветовая схема помогает цельности картинки. Даже CGI неплохо вписан. А еще тут бывают внезапные улучшения плавности анимации. Причем непонятно с чем это связано, потому что это не всегда экшен, что обычно делается. В общем, иногда визуальное исполнение мне казалось странным, но тем не менее очень приятным. Осты отличные. В опиинге мне нравится визуал с его стилизацией. Хотя, признаться, видео ряд несколько сумбурный. Сам же трек, на мой вкус, слишком страдальческий. Хотя, здесь действительно есть много драматичных моментов, так что это подходит. Эндинг мне по звучанию нравится больше. Меня там зацепили басовая и фортепианная партии. Видеоряд же больше сконцентрирован на повседневных моментах жизни персонажей. Что подчеркивают позитивные мотивы в данном треке. И я удивлена, что видеоряд в эндинге сделали таким насыщенным. В целом, опиинг-эндинг можно поменять местами, и никто не заметит подвоха. По постеру и тизеру я ожидала какой-то роуд-муви. И одна из частей этого тайтла, это в принципе он и есть. Но первая серия началась совсем с другого. Я даже не поняла, то ли аниме я смотрю. А начало всё с того, что некоторые персонажи здесь вроде называют раем. И несколько раз открывающая сцена этого места, это кадр с помидорами. Я пыталась найти какой-то в этом символизм, но мне кажется, всё проще. Потому что позже герои с другой стороны находят место, которое тоже некоторые люди называют раем. Но оно совсем не то, что им нужно. Здесь множество подростков в одинаковой форме живут в замкнутом, пусть и весьма широком пространстве. За ними наблюдает и помогает им группа взрослых. Место это очень технологически развито. Везде роботы, камеры слежения, искусственные интеллекты. Пусть жизнь здесь мирная и спокойная, но умы молодых людей всё же будоражит, что там во внешнем мире. Атмосфера этой части повествования мне чем-то напомнила аниме из нового света. У детей здесь есть разные способности. Не всегда сверхъестественные, но у мимихимы, например, дар предвидения. Само по себе место кажется идеальным. В начале нам совсем безопотную жизнь там показывают. Но чем больше мы узнаём, тем более жутким оно начинает казаться. Я часто сажусь смотреть аниме ближе к ночи, поэтому пара моментов меня здесь даже напугала. Ну и вообще сам факт тотальной слежки заставляет чувствовать себя некомфортно. В этой части много персонажей, все они важны по-разному, но центральной, наверное, является Токио. В начале истории ей в тесте попадается вопрос, хочет ли она выбраться наружу. И это разжигает её интерес к миру за стенами. Кто-то будто специально поталкивает Токио к раскрытию секретов этого места. С другой стороны, у нас постапокалиптичный мир в классическом его виде. Разрушенные города и инфраструктуры, редкие поселения, отсутствие привычных нам удобств. Так как с катастрофы прошло всего 15 лет, то есть множество людей, помнящих старую жизнь. Кто-то переехал ближе к природе и обратился к традиционным форумам хозяйствования, а кто-то остался в городе, хватаясь за прошлое. Пусть большие инфраструктуры возродить не удалось, но местами всё ещё есть электричество и топливо. Да и товарно-денежные отношения сохранились со старыми деньгами. Что, кстати, удивительно, ведь бумажки – это совсем ненадёжная вещь. Крышечки от бутылок. А иногда появляются монстры, которые неуязвимы к обычному оружию. Пусть припугнуть их с его помощью можно. Один из героев называет этих монстров Хируко. Нужно отметить, что в японской мифологии Хируко – это одно из божеств. Он сын Изанами и Изанаги – божеств, которые, грубо говоря, были первыми мужчиной и женщиной. Но этого своего ребёнка они бросили сразу после рождения, потому что он был уродливым. И большое изображение Изанаги и Изанами можно заметить в одном из помещений школы. Но кроме монстров, одиноких путешественников могут поджидать бандиты. Куда без них. Мару ищет рай, а ещё Мару может уничтожать монстров. Хируко же – наёмная телохранительница, которую наняли сопровождать Мару. Но у неё тоже есть кого искать. Своего друга Робина, с которым они росли в приюте. И доктора, который однажды спас её жизнь, но не совсем так, как бы ей хотелось. Я чуть позже всё проспойлерю. В общем, как вы уже могли понять, повествование здесь параллельное. Что меня сначала немного оттолкнуло. Ведь я, как уже сказала, ожидала роуд-мови. А здесь мы перескакиваем на каких-то непонятных детей, как будто у нас событий в той ветке мало. Но позже начинаешь замечать, насколько раскрытие мира в этих сюжетных линиях дополняет друг друга. Некоторые мелкие детали замечаешь уже, когда всё пересматриваешь. Хотя, если у вас хорошая память, то вы их, наверное, сразу заметите. А вот крупные ставят уже ближе друг к другу. Сразу бросается в глаза похожесть Мару и Токио. А во второй серии Мару уточняют, что он ищет не просто место под названием рай, а ищет человека, похожего на него. В этой же серии мы замечаем одинаковую болезнь у Тарао, мальчика из рая, и Микуры, предыдущие сопровождающие Мару. И дальше какое-то упоминаемое явление отражено в серии в обоих частях, но кроме флэшбэчных. И это повествование не очень хорошо для таких тупиц, как я, которые не могут сконцентрироваться ни о чём. Очень много вещей показано так, что визуально ты не всегда можешь их сопоставить до того момента, пока нам не предоставят ещё какую-то информацию. Но и даже такому человеку, как я, это аниме было интересно не просто смотреть, но и пересматривать. Мои ожидания о лёгком постапокалиптичном путешествии не оправдались. Каждый раз история становилась всё более трагичной и жуткой. С самого начала можно понять, что речь идёт о каких-то экспериментах над людьми, ну или над кем-то, кто похож на человека. Сумасшедшая директриса, работники школы, которые до определённого момента не задаются вопросом о том, чем они вообще занимаются. Но когда начинают задумываться, то становится уже поздно. В мимихимии всё чаще приходят видения, и они крайне пугающие. В свою очередь, Мару и Кирука узнают, что на самом деле это за монстры. А судьбы тех, кого они встречают, всё драматичнее и печальнее. Персонажи здесь мне приглянулись. Они не шаблонные, что радуют. Дети в раю, конечно, ведут себя странно. Кажется даже, что слишком беззаботно. До такой степени, что некоторые кажутся какими-то картонными. Но они росли всё время в изоляции, а информацию получали только от местных взрослых. Тем не менее, характеры у всех разные. А вот Мару и Кирука уже более живые. Мару – сирота. Сначала он жил в приюте, потом прибился к бандитам. А после встретил Микуру, которая стала его наставницей. Ему всего 15, и некоторые его увлечения весьма по возрасту. Кирука тоже выросла в приюте. Ей где-то лет 20. Вот здесь спойлер про Кирука, который её упоминала ранее. На самом деле, Кирука – это тело девушки Кирика с мозгом её брата Харуки. Харуки из-за нападения монстра практически погиб, но одному доктору удалось спасти ему жизнь. После операции у Харуки была фаза отрицания. Но ему ничего не оставалось, как жить как Кируку. Но здесь нет особого фокуса на гендерном диссонансе или каких-то шуток по этому поводу, как бывает в аниме про обмен телами. Харуки больше беспокоит, почему Кирика отдала ему своё тело. У Мару есть чувство Кируку. Но хоть отношения у них и близкие, больше они похожи на отношения брата с сестрой. Признаюсь, я немного слукавила, когда сказала, что здесь нет шаблонных персонажей. Директриса с самого начала испускает неприятные вайбы. Иногда кажется, что она искреннее, но её поведение совсем не вызывает доверия. Меня удивило, что автор оригинала этого аниме ещё написал «А всё-таки город вертится». У меня была какая-то фаза шафта одно время, и я смотрела, наверное, все аниме, что выпускала эта студия. Так вот, город – это типично шафтовская повседневность, если мы говорим об аниме-экранизации. А «Иллюзия рая» – это произведение совершенно другого порядка. Я просто восхищена такой разносторонностью. Тайтл вышел очень увлекательным. Вообще, этот сезон в целом весьма неплохой, как мне показалось, но для меня это аниме вообще в самом топе. Печально, что манга ещё выходит, а значит, ответы на некоторые вопросы мы, конечно, не узнаем. А когда ждать следующий сезон – непонятно. Придётся, видимо, всё-таки сесть и читать. Тем не менее, то, что мы уже имеем, выглядит интересно, и я отлично провела время за просмотром этого аниме. Вот такие мои мысли об этом тайтле. И как всегда, всем спасибо за просмотр, увидимся в моём следующем видео. Пока-пока!